Чиновники со всей России обсудили, как сделать систему госзакупок прозрачнее. В Санкт-Петербургском экономическом университете прошла вторая международная научно-практическая финансовая конференция. Одна из главных причин переплаты или покупки неликвида – правило проведения торгов и определения победителя. По действующему законодательству в тендере выигрывает самый дешевый подрядчик. При этом заказчик не имеет права указывать конкретные торговые марки, бренды и другие опознавательные знаки товаров и услуг, которые хочет приобрести. Это известный бренд, российский бренд, я еще раз говорю, но стоит немного дороже, при этом вынужден уступить продукции гораздо низкого качества, но цена, извините, к сожалению, бьет, что называется, в соответствии с самым смыслом этого закона. Избежать трат на некачественные товары можно, если позволить заказчикам подробно описывать требования к продукту и разрешить указывать приоритетные бренды. Другая проблема – отсутствие фиксированной ставки выгоды производителей. Специалисты предлагают обратиться к опыту западных коллег, законодательно обязать подрядчиков предоставлять расчету структуру цены до и после заключения контракта и установить верхнюю планку навара на госконтрактах. В живой дискуссии на площадке конференции мы видим те, может быть, стороны, проблемы, которые из сухих строк документов не очевидны. Коллеги говорят о своих проблемах, о сложностях в работе, о тех трудностях, которые есть нормативно-правового характера или практического применения. Поэтому, очевидно, это будет способствовать совершенству правового регулирования. Вся озвученная финансовая проблема и пути их решения будут задокументированы и отправлены на рассмотрение в Министерство финансов Российской Федерации, а также в профильные комитеты городов и регионов. Внесение соответствующих изменений в законодательство могут существенно облегчить проведение тендеров и сократить траты бюджетных средств.